Здравствуйте! В эфире выпуск городских новостей программа «Время местное». Меня зовут Андрей Симоненко. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях дня сегодняшнего. Начнем выпуск с краткого обзора его тем. Сегодня с рабочим визитом в город Лабытнанге посетил депутат Государственной Думы Владимир Пушкарев. Внимание бездомным животным! Для добрых поступков не нужен особенный повод. Сегодня ученики 8-й школы побывали в приюте для животных ковчег. Новогодние мечты ямальцев начали исполняться. Первое желание в рамках партийной акции «Елка желаний» осуществил секретарь регионального отделения «Единой России». Продолжается подготовка к итоговой тестации. Сегодня тестирование по русскому языку проходили ученики 9-х классов. В детской школе искусств состоялся концерт по мотивам северных народных сказаний «Ты всех дороже мне, Ямал». Сегодня с рабочим визитом в город Лабытнанге посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Пушкарев. Он приехал в готовящийся к открытию приют для бездомных животных. Работы по его обустройству подходят к завершению. Когда в него заедут первые постояльцы, расскажет Дарья Самородова. Депутат посетил новый приют, посмотрел, в каких условиях будут содержаться кошки и собаки. Пообщался с руководством, узнал, какую помощь оказывают четвероногим в Лабытнанге и кто это делает. Условиями содержания животных в питомнике Владимир Пушкарев остался доволен. Территория большая. Медицинскую помощь четверолапам окажут вовремя. Для этого здесь есть ветеринарный кабинет. Уже закуплено все необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты. Здесь не было ничего вот этого вообще. И стены здесь красят, да? Все это делается? Да. Кровая для врача, и рабочее место, стол для осмотра животного, шкафы для медицинских каких-то препаратов по грубе, а дальше операционную. Кроме того, жить и питаться собаки будут в индивидуальных клетках, размерах каждые 3 квадратных метра. Предусмотрен и кошкин дом. К слову, здесь для животных сделано все по специальным стандартам. Учреждение однозначно будет многофункциональным. Есть специальные комнаты с клетками, где будут содержаться больные собаки. Предусмотрены комнаты для приготовления еды, а еще хозяйственные, где будут установлены современные ванны для водных процедур животных. Помогать во всей этой работе будут общественники и волонтеры. Есть дети, которые не разрешают принять собаку. Семенезонарно, да? Да, да, контактный. И человек будет приходить, общаться с животным, выгуливать его, кормить, возможно, его. Марина Трескова планирует сделать приют многофункциональным и открыть для питомцев отель и парикмахерскую. Глава города подчеркнула, что к реализации задуманного она постарается подключить все зоозащитные организации, которые действуют на территории Лабытнанги. К слову, вся деятельность приюта перейдет в полномочия некоммерческой организации «Ковчег». Основная задача этого приюта – это запуск программы ОСВ, то есть отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск вместо отлова животного. То есть сама вот эта программа, конечно, она должна принести свои результаты. Вот. И мы очень надеемся, что, конечно же, это поможет решить вот эту проблему. То есть сократить численность бродячих животных. Одновременно в приюте смогут содержаться до 150 собак и кошек. Учреждение полностью автономное. Температурный режим регулируется автоматически, поэтому четвероногие будут здесь чувствовать себя комфортно. Здесь возможности просто самые лучшие, которые можно себе представить. Во-первых, теплые большие помещения, большое количество вольеров. Потом на улице есть тоже место для того, чтобы организовать такие площадки для дрессировки. Я думаю, что горожане очень оценят это место, потому как, ну, меня на самом деле это впечатлило и радует, что именно мы первые, у кого появился такой социально значимый объект. В этом году в силу вступил федеральный закон об ответственном обращении с братьями нашими меньшими. А губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил всем муниципалитетам оборудовать приюты. Зоозащитники уверены, что приют это самый гуманный способ решить проблему бездомных животных в Лабытнанге. Первые его четвероногие посетители зайдут уже 1 января. Дарья Самородова, Сергей Антропов, программа «Время местное». Пока приют готовится к приему постояльцев, зооволонтеры продолжают свою работу, в том числе и просветительскую, утверждая, что для добрых поступков не нужен особенный повод. Сегодня ученики 8-й школы побывали в приюте для животных «Ковчег» и, конечно же, пришли туда не с пустыми руками. Кристина Мякуш расскажет подробнее. У животных есть лишь один недостаток. Они верят людям. И однажды, доверившись не тому человеку, многие из них оказываются на улице. Так произошло и с питомцами, которые теперь живут в приюте «Ковчег». К Новому году все получают подарки. Вот и ребята из 3-го кадетского класса решили порадовать четвероногих друзей своим визитом и вкусняшками. Мы с собой привезли, чтобы их покормить для Нового года. Для нас же приносит Дед Мороз для Нового года подарки. И мы хотим, чтобы мы им тоже привезли. Мы с собой приехали, чтобы покормить собачек. Нам очень жалко их. Я очень люблю собак. Надеюсь, их больше никто не будет бить, ругать. Анастасия Котова не понаслышке знает, что такое бездомные животные, потому что не только видит их на улице, но и приютила четвероногого друга. Мы приехали сюда, чтобы покормить бездомных животных, потому что их никто отсюда не забирает. Ребята из 3-го кадетского класса не только собирают корма для животных, но и пишут проект о защите бездомных животных. И для того, чтобы больше узнать об их жизни, отправились в приют «Ковчег». Хотим написать о том, как ухаживать нужно за животными, как их оберегать, этих животных, не выбрасывать, не бросать этих животных. Ну и любовь, чтобы к природе была их животным. Каждый житель города может посетить приют для животных «Ковчег», принести им корм или просто провести время с четвероногим другом. Чтобы совершать добро, совсем не обязательно владеть миллионами или обладать чудесными способностями. Достаточно оставаться человеком, и кто знает, может именно вы встретите там своего питомца, который сможет обрести заботливую семью и дом. Кристина Мякуш, Григорий Волков, программа «Время местное». Новогодние мечты гемальцев начали исполняться. Первое желание в рамках партийной акции «Елка – желание» осуществил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников. Ариночка, ты дедушке писала Морозу? Да. Вот он поручил мне тебя поздравить с Новым годом и передать тебе от него вот этот велосипед. Ты в дедушку веришь, Мороза? Пишешь ему письма. Вот так и дальше делал. Да? Все. Умничка. Рядом с нами люди, которым можно и нужно помогать, да? И я еще раз говорю, что чем дольше дети верят в Деда Мороза, чем дольше они верят в сказку и в праздник, тем жизнь для них лучше, а, соответственно, лучше будет наше будущее. Еще Алексей Ситников подарил семье четырехлетнего Лева современные санки на колесах. Теперь маме с ним станет легче выходить на прогулку, дышать свежим воздухом, смотреть на заснеженные пейзажи города. У мальчика детский церебральный паралич. Это сильно усложняет каждый выход из дома на улицу. На интернет-портал поступило уже более 250 желаний. Напомним, 12 декабря Ямал-Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия» запустило масштабную новогоднюю акцию «Елка заботы» и одноименный интернет-портал в рамках социального партийного проекта «Забота». Сейчас прием заявок на этот Новый год закончен. Депутаты, члены политических советов, секретари местных отделений «Единой России» начнут исполнять желания ямальцев. Окружная комиссия по энергобезопасности работала сегодня в режиме видеоконференции. Главный вопрос – бесперебойная подача ресурсов в новогодние праздники. С 1 по 8 января на всех энергоснабжающих предприятиях округа введен режим повышенной готовности, в том числе на Лабыцнанском филиале предвижной электростанции. На предприятии изданы соответствующие распорядительные документы, назначены ответственные дежурные, проведены инструктажи, проверены резервные источники электроснабжения. В рамках комплекса антитеррористических мер совершены внеочередные осмотры технического обслуживания системы видеонаблюдения, устройства автоматики пожаротушения и сигнализации. Периодически проводится проверка работоспособности тревожной кнопки. Директор Лабыцнанского филиала ПЭС еще раз объяснил причины отключения энергии в ноябре. В период подконтрольной эксплуатации, когда с ростом зимних нагрузок оборудование стало работать в ином режиме, чем мы проходили летом, период активных пусконаладочных работ, соответственно вскрылись некоторые ошибки, в частности по модернизации системы возбуждения. Приезжал специалист из Новосибирска, из организации, которая осуществляла шеф-монтаж и поставку оборудования. Изменили уставки, соответственно перепрограммировали контроллеры. В общем-то за прошедший месяц посмотрели аналогичных сбоев и ошибок, больше не появляется в работе системы. Будем надеяться, что так же и продолжится. Соответственно противорийные тренировки проведены, в предыдущие отключения повреждения оборудования не было. Соответственно продолжаем эксплуатацию, смотрим за режимами работы. Зубов системы энергоснабжения может повлечь за собой серьезные последствия, поэтому к периоду новогодних праздников в этой сфере идет серьезная подготовка. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное». В Лабытнанге продолжается подготовка к итоговой аттестации. Сегодня тестирование по русскому языку проходили ученики девятых классов. В пункт приема экзаменов, расположенного в третьей школе, пришли около 300 школьников. Репортаж Ирины Волокитиной. Занятия в первом корпусе третьей школы отменены, но в холле учреждения многолюдно и шумно. Двестиклассники собрались со всего города. Им предстоит генеральная репетиция перед основным государственным экзаменом. Диагностическое тестирование по русскому языку. Настроение отлично, сдача я полностью уверен. Пробник школьный у нас был, написал более-менее. Меня к этому готовили. Мы занимались, ходили на наполнительные занятия. Так что я уверена в себе и в своих силах. Они, конечно, надеются пока, они еще не знают, что это такое. Первый раз попробуют. Для этого и нужна такая процедура. Это тренировочный экзамен. Если что-то у ребят не получится или вызовет вопросы, учителя успеют отработать до настоящего экзамена. Ровно в назначенное время старшеклассников приглашают в пункт проведения экзамена. Всех участников проверяют на наличие мобильных телефонов и других средств связи. Тестирование пробное, но здесь все по-настоящему. Чтобы попасть в аудиторию, необходимо пройти проверку. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон, связь, связь имеется? Что у нас еще есть в парламенте? О, телефончик. Телефончик с собой нельзя, запрещен. Дальше. Больше ничего нет? Проходите, пожалуйста. Есть, есть, есть. А, книжка. А, книжки тоже нельзя. Так, книжка. И что там еще у вас? Паспорт, книжка. Паспорт без обложки, пожалуйста, книжку оставляйте. Еще раз. Спасибо. Около 300 старшеклассников разошлись по 21 аудитории. Каждая из них оснащена видеокамерами. За происходящим внимательно наблюдают члены государственной комиссии. Все требования процедуры должны выполняться. Этот пакет содержит в себе экзаменационные материалы, контрольно-измерительные материалы, которые доставились в аудиторию в целости. Пакет запечатан полностью, и он только будет скрываться в 10 часов ровно. И только тогда мы можем раздать ребятам. Они заполняют регистрационные бланки и начнут, приступят к работе. Здания предоставлены были по электронной почте муниципальному координатору. Накануне присылается весь материал, но он находится под паролем. И утром в 7 часов утра присылается пароль муниципальному координатору. Расшифровываются техническими специалистами, распечатка идет материалов, раскладывается по пакетам, убираются в сейф. И уже в половине десятого организаторы ответственной аудитории подходят за этими материалами. Особенность этого экзамена в том, что, или почему так долго в декабре мы ждали, не проводили раньше, потому что сами задания и структура работы сегодняшней именно была сделана под боевой экзамен, под настоящий КИМА. Потому что именно эти девятиклассники, они заканчивают по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Это впервые. И поэтому контрольно-измерительные материалы имеют новую структуру и новое содержание. Три часа пятьдесят пять минут. Столько времени продлятся испытания. Результаты тестирования будут известны 17 января. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное». Подведены итоги проекта «Школьное бюджетирование». Напомню, всю прошлую неделю ребята представляли свои идеи по улучшению школьной среды своего учебного заведения на всеобщее обозрение. А потом голосовали. Победители известны. Учениками 7-11 классов в ноябре и декабре было выдвинуто множество оригинальных и интересных идей, направленных на обновление и благоустройство помещений и территорий школ, проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение оборудования и техники. Одним словом, всего. Что должно, по мнению учащихся, преобразить школьную жизнь. Вообще, проектов было очень много. 28 проектов. Ребята каждый проект обговаривали, обсуждали, презентовали его для своих одноклассников. Во всей работе по голосованию, отбору проектов приняли участие более 2000 школьников. Вот подведены итоги. 5 проектов стали победителями. В число победителей вошли. Первая школа – софт-плейс, благоустройство школьной рекреации. В гимназии проект «Игровая зона для учащихся среднего звена» – «Геймзон». А пятая школа предоставила проект «Чудесное детство» – модернизация образовательного пространства школы первой ступени. Третья школа становилась на медиазоне – «Туду-клаб». Проект восьмой школы, например, он связан, называется очень интересно, «Железный рюкзак». Ребята, когда разрабатывали проект, презентовали его, они обосновывали это тем, что сегодня очень много заболеваний у школьников опорно-двигательного аппарата. И пришли к выводу, что сегодня портфели тяжелые, и поэтому лучше бы часть вещей, конечно, не носить каждый день, а оставлять в школе. И поэтому родился такой проект, как приобретение шкафчиков для личных вещей школьников. Первый этап пройден, но это только начало. Впереди у проектов долгий процесс реализации. У нас все образовательные организации представляют нам документы. по итогам голосования представляют смету расходов для своего проекта. Рабочая группа муниципальная проводит экспертизу техническую представленных проектов. И в следующем году, в конце января, эти проекты возвращаются руководители образовательной организации. Школа получает денежные средства в размере 300 тысяч рублей. И ребята вместе со своими взрослыми товарищами, учителями, начинают его реализацию. Мы будем следить за ходом реализации проектов. Стоит напомнить, что для нашего города это первый опыт школьного бюджетирования. Но уже видно, что у сотрудничества школьников и муниципалитета есть перспектива. Дмитрий Мавдрик, Евгений Садыков, программа «Время местная». В честь 89-летия со дня образования Ямала-Ненецкого автономного округа в детской школе искусств состоялось мероприятие по мотивам северных народных сказаний «Ты всех дороже мне, Ямал». Участники вокального ансамбля «Стерх» порадовали зрителей своим мастерством в Большом зрительном зале учреждения. А в Малом прошла презентация музыкальных инструментов и наглядных пособий, приобретенных в рамках национального проекта «Культура». Подробности в следующем сюжете. Повод для встречи был радостным. Педагоги детской школы искусств хотели показать всем желающим, чем за последнее время пополнился фонд учреждения. В рамках национального проекта «Культура» было закуплено более 40 музыкальных инструментов. К новому учебному году мы уже получили новые домры, балалайки, гусли клавишные, мастеровые, скрипки концертные, аккордеоны, классические гитары, баяны концертные, ученические комплектующие к музыкальным инструментам, смычки, барабанные палочки, подставки под инструменты и струны. Все сказанное подтверждали воочию. Презентация одних инструментов была представлена видеозаписью, на других вживую играли лучшие воспитанники школы. Директор учреждения Наталья Зелёная с удовольствием наблюдала за происходящим на сцене. По её словам, она впервые за 30 лет педагогической деятельности соприкоснулась с такой заботой и вниманием, проявленным детским школам искусств. В этом году в округе финансовую поддержку получили 7 таких учреждений, в том числе и ДШИ «Семи лиственниц». Нам очень приятно, что столько внимания уделяется. Представляете, знаете, такого детального внимания. То есть закрываются не только наши крупные проблемы, такие как музыкальные инструменты, дорогостоящие, очень дорогостоящие. У нас одно фортепиано стоит около 400 тысяч рублей. Представляете, какие мы дорогие. Но и вот таким моментам, как натурный фонд, методическая литература, комплектующие струны, палочки. Вот кажется, это всё так незначительно, это всё так немного, но от этого складывается качество исполнения ребёнка. Когда красиво звучит, ребёнку нравится играть. Обновление музыкального фонда и оборудования для школы станет отличным подспорьем в успешной реализации учебных программ в области музыкального, хореографического и изобразительного искусств, уверены сотрудники учреждения. Всего было выделено 8 миллионов 660 тысяч рублей. Из них 7 миллионов 450 тысяч рублей предоставил бюджет округа. Остальное – федеральные деньги. Но и сами лабытнанцы оказались инициативными и предприимчивыми. Возможности творческого союза педагогов и родителей наглядно продемонстрировал концерт вокального ансамбля «Стерх». Чтобы солнце ягодке сшило сарафан Из кусочков радуги внутренний туман Наш концерт называется «Всех дороже мне и мам». Это название проекта инициативного бюджетирования, который родители детей, посещающих студию «Стерх», разработали проект. В прошлом году его выиграли. Этот проект был реализован в жизни за счет средств местного бюджета. При финансовой поддержке родителей были приобретены такие замечательные костюмы. Поэтому огромная благодарность родителям. Мы их так ждали. Нам для этого родители покупали и чехлы, и вешалки. Мы этим костюмам очень рады. Они очень красивые, очень подходят под песни, которые мы поем на стиле. Великолепные костюмы, конечно, как сказали представители отдела образования. Хорошая, правильная, и плохой бриллиант засияет, а хороший бриллиант тем более. Поэтому я думаю, что хорошие костюмы принесут только радость, хорошие эмоции, впечатления и тягу к образованию. Очень понравилось. Все очень ярко. Дети яркие. Аж мурашки по коже. Слезы накатывались от песен. Молодцы, здорово. Полную версию концерта вокального ансамбля «Стерх» смотрите в эфире Лабытнанского телевидения. Ну а что касается дальнейшего обновления музыкального фонда школы, то ее директор Наталья Зеленая выразила большую надежду, что в ближайший год-другой в учреждение поступит 26 новых фортепьяно. Но это уже будет другая презентация. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, Бригорий Волков, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». До главного зимнего праздника остались считанные дни, и в городе царит праздничная атмосфера. Способствуют этому елки, которые расположены повсеместно, и объекты, украшенные светодиодными лампами, разноцветными гирляндами. Альмира Новоселова продолжит тему. На площади Победы новогоднюю атмосферу создает уже полюбившийся горожанам светящийся шар. В этом году здесь же появились теплые скамейки, которые позволят лабутнанцам провести на свежем воздухе больше времени. А чтобы детворе было интереснее гулять, соорудили открытый каток. Я тут ходила уже три раза, видела, вот тут заходила уже. Тебе нравится такая идея? Ну да. Что здесь можно делать? Тут можно кататься. В принципе, весь город может прийти. Кататься, веселиться. А новогоднее настроение появляется? Да. Очень нравится, прикольно так кататься идти. Можно и на коньках как бы покататься, и вот так просто буду радовать. Нравится. Будет теперь куда ходить покататься на коньках тем, кто любит. Для меня очень красиво, мне нравится. Создает новогоднее настроение? Да, создает. Приедет наши внуки, посмотрит, погуляет здесь. Красиво вообще-то. Раньше не было такого. А сейчас она красива. Город уже красивее стал. Но не только благодаря появлению красивых новых объектов у горожан создается праздничное настроение. Начата череда новогодних представлений. Накануне для жителей микрорайона геофизики Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на елке. Я начал свое предновогоднее путешествие. Буду всех поздравлять вас с наступающим новым 2020 годом. Желать добра, дарить подарки. И вот сегодня с моими друзьями Снегурочкой мы побывали в микрорайоне геофизиков города Семилиственец. И ждите нас на все новогодние праздники. Дорогие лабетнанцы, с наступающим. И жду вас в новогоднюю ночь на самой главной площади города. У самой главной новогодней елочки. До встречи в 2020 году. Альмира Новоселова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что все новости доступны в интернете на нашем официальном сайте lbtdfistv.ru в группах ЛТВ во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, будьте в курсе событий. Я желаю вам удачно провести эти выходные дни. И до свидания. 21 декабря в Лабетнанге ожидается утром минус 21 градус, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Днем столбик термометра становится на отметке минус 22 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Вечером погода в городе останется без изменений, также минус 22. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Днем столбик термометра. 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 Днем столбик термометра.